Сабвуфер – акустическая система, воспроизводящая звуки низких частот, в том числе и инфразвук. Применение – низкие звуковые частоты плохо локализуются, то есть человеку сложнее определить, откуда идет звук. Получается, что в многополосной аудиосистеме можно сделать одну большую низкочастотную колонку на всю систему, а в остальных колонках держать лишь средние и высокочастотные динамики. Это делает акустическую систему более компактной, уменьшает стоимость и позволяет поместить громоздкий вибрирующий сабвуфер в место, где он не будет мешать. Кроме того, подбирая подходящее место для сабвуфера, можно попытаться погасить низкочастотные стоячие волны, неизбежно возникающие в небольшом замкнутом помещении. Сабвуфер обычно применяется в системах, рассчитанных на просмотр современных насыщенных спецэффектами фильмов и прослушивании современной музыки. В них важна убедительная передача низких частот. Частая проблема сабвуферных систем. Плохая стыковка амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик сателлитов и сабвуфера. На стыке АЧХ может быть как провал, так и завышение уровня из-за несоответствия частотного диапазона или интерференции волн с разным фазовым сдвигом. Поэтому на некоторых сабвуферах существует возможность подстройки его верхней граничной частоты и фазы. Виды сабвуферов по отношению к усилителю мощности сабвуферы разделяют на активные и пассивные. Активный сабвуфер имеет встроенный усилитель мощности и активный кроссовер, что позволяет отфильтровать высокие частоты. Упрощает согласование сабвуфера с широкополосными акустическими системами. Может получать сигнал линейного уровня с отдельного канала источника. Некоторые сабвуферы могут быть подключены между широкополосной асой источником сигнала. Часто имеют дополнительные возможности для подстройки конкретным условиям применения. Пассивный сабвуфер не оснащен усилителем мощности, поэтому он подключается параллельно с основными стереоколонками. Или к отдельному каналу усилителем мощности. Основной недостаток сквозного подключения пассивного сабвуфера состоит в том, что он дополнительно нагружает выходные усилители стереоканалов. Это иногда снижает общую громкость и динамичность звучания аудиосистемы. Кроме того, наличие пассивного кроссовера на пути сигнала от усилителя мощности до акустической системы не может оказывать положительного влияния на качество звука. Из-за отсутствия средств настройки на борту пассивный сабвуфер очень требователен к размещению в помещении. Для настройки его требуется передвигать пока не найдется хороший бас виды конструкций. Рупорный сабвуфер. Рупор чаще всего свернут. Такие сабвуферы используются на концертах. Закрытый ящик. Вид акустического оформления без дополнительных излучателей. Низкочастотный динамик установлен на одной из стенок герметичного ящика. Фазоинвертор. Вид акустического оформления с выводами в виде настроенных труб, из которых выходит воздух, тем самым излучая звук от задней части диффузора. Выбор размеров. Фазоинвертор зависит от параметров динамика, объема корпуса и частоты, на которые он настраивается. Выше частоты настройки. Фазоинвертор препятствует чрезмерному раскачиванию диффузора динамика, причем звуковые волны. Исходящие с тыльной стороны динамика, проходя через фазоинвертор, меняют фазу и складываются с волнами фронтальной стороны. На частоте настройки колебания диффузора минимальны, а большая часть звуковой энергии излучается фазоинвертором. Использование фазоинвертора позволяет повысить КПД по сравнению с аналогичным закрытым корпусом, что значительно повышает отдачу на низких звуковых частотах и в некоторых случаях позволяет расширить частотный диапазон пассивный излучатель. Этот вид акустического оформления сродни фазоинвертору. В корпус устанавливается еще один диффузор без звуковой катушки и магнитной системы. Звуковая волна, исходящая от мембраны пассивного излучателя, складывается с волной низкочастотного динамика. Изменяя массу и размеры диффузора пассивного излучателя, можно изменить нижнюю рабочую частоту сабвуфера. Бандпасс Фазоинверторный ящик, разделенный в середине дополнительной стенкой на разные по объему камеры, динамик помещен на перегородку между камерами. КПД конструкция выше, чем у фазоинвертора. Название бандпасс происходит от способности корпуса ограничивать частотную характеристику сабвуфера. Есть три вида бандпассов. Четвертой категории. Шестой категории типа. Шестой категории типа. Четвертая категория. Ящик с двумя камерами и с одним фазоинвертором на верхней камере. Шестая категория. Типа. Ящик с двумя камерами и с двумя фазоинверторами. Каждый на свою камеру и по своему настроенные. Достаточно сложен в проектировании и настройке. Шестая категория. Тип B. Ящик с двумя камерами и с двумя фазоинверторами. Каждый на свою камеру. Но с нижней камеры фазоинвертор направлен в верхнюю камеру. Получается верхний фазоинвертор становится общим для двух камер. ЧВ. Вид акустического оформления в виде тоннеля с определением длиной и определенным сечением. ЧВ не имеет такого параметра как объем. Важна лишь длина и площадь поперечного сечения тоннеля. Четверть волновый резонатор обеспечивает отдачу на 2.0 до больше, чем фазоинвертор и на 1.5.0 до больше, чем закрытый ящик. Обозначение для многоканальных систем. Многоканальные системы принято обозначать как количество сателлитов, количество сабвуферов. Например, 2.0 означает две колонки А5, 1.5 колонок и сабвуфер.